Крестики-нолики 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 Кремь Сейчас я так вижу по полю, что все будет здесь происходить. Сейчас на вопросы и я какие-то криточки буду зачеркнуть. Ну что ж, об этом чуть позже, а пока что давай познакомимся с мужчиной напротив. Давай, добрый вечер, как вас зовут? Виктор Рогачев. Аплодисменты. Город Нальчик, Виктор. Скажите, пожалуйста, как давно вы играли в «Крест-кинолики»? Да, играли в «Кораблики» и другие вещи. А как давно? Ну как, иногда и на работе играем. Ого! И как сейчас вы выигрываете? Ну не выигрываешь, может кто-то сильнее у меня бывает. Выигрывает, да? Но сегодня мы рассчитываем на победу. Ну не знаю, как получится. Давайте выигрываемся на победу. И громче байк, аплодисменты, спасибо! Чикарные мужчины, они бьют без металлов в вашей прекрасной родине. Аплодисменты им, пару мужчин я приглашаю спуститься вниз, чтобы наверняка было видно все. Артём, я предлагаю так. Давай наши команды выстроиться прямо перед сценой, чтобы всем было их хорошо видно. Уважаемые команды, прямо перед сценой можете в линейку выстроиться. И команда Ноликов, соответственно, тоже. Давайте еще раз наградимым огромными аплодисментами. Предлагаю капитанам на данный момент остаться здесь. И давайте познакомимся. Мы собрались первые, поэтому знакомиться начнем с нас. Напомним имя нашего капитана. Виктор. Можно? Ваши имя. Наталья. Ирина. Клабов. Дмитрий. Настоящее имя. Ирина. Александр. Аплодисменты команде Критика. Ну, раз уж готова пошла вечеринка, то давайте наполним имя и нашего капитана. Сергей. Сергей, ничего не меняется, это хорошо. И познакомимся с командой, которая сегодня будет играть справа за Нолики. Как вас зовут? Юрий. Юрий. Юлия. Юлия. Любовь. Любовь. Василиса. Василиса. Ну, к себе любимый. Ирина. Алик Минь. Алик Минь. Алик Минь. У нас своё имя имя. Итак. Алексей. И Алексей. Вот такие вот замечательные команды, которым я прошу. Сейчас. Перед сценой необходимо будет построиться по росту. И как только вы будете готовы, поднимайте руки вверх. Раз, два, три. Строимся по росту. Поехали. Итак, друзья, нужно команду построить перед сценой по росту. И более высокий участник в дуру. Какая команда готова росту поднимать вверх? Объем команда, потому что построят вверх. Вот смотрите сцены, друзья. Это был пробный выстрел. Это была просто репетиция. Это была просто репетиция. Дабы мы все поняли задание. Тогда давайте так. 41. 41 точно. И как играет Дмитрий? 40. 40. 58. 58. И 36. Абсолютно верно. Только так, друзья, внесите линейку. Ладно. Поверим на слово. Итак, сейчас задание немножечко сложнее. Команда слева начинает распускать свои голосы. Команда 0, как правило, первая. Команда крестиков вторая. Итак, проверяем. Давайте начнем с команды крестиков. Поворачивайтесь спиной к нашему зрительному залу. Итак, проверяем. Все правильно, да? А даже наклоняются. Вот здесь есть вопрос, да? Ну, я могу оправдать Игоря. У него кудрявые волосы. Если их выпрямить, они будут длиннее. Прощите, выпрямите. Я считаю, что построились абсолютно правильно. Они, в принципе, длиннее даже с кудряшками. Длиннее. Длиннее же, да? Итак, теперь предлагаю... Разворачивайтесь, пожалуйста, только для себя разворачивайтесь. Разворачиваемся, команда ноликов. А если можно косу распустить? Да зачем? Не нужно. Мы видим. Нет, нет, ну коса много сокращает длину. Но все равно тут объективно видно. Давай по-честному. Давай честно? Сергей Вантас, тогда будем распускать волосы. Короче, согласна, да, да. Длиннее, да. Проверяем. Все правильно? Отлично. Отлично. Ну и мое любимое состязание. Строимся по количеству одежды. Но, но... Сейчас нужно посчитать сразу. Обувь идет как одна штука. То есть пара обуви один. Пара носков не считается. Аксессуары не считаются. Очки, ремни, ничего этого не считается. Носки идут за пару. Нижнее белье у девушек идет по отдельности. И, собственно, все остальное. А у вас несколько комплектов, да? Он сам выбирает, у кого сколько одежды. Ну что ж, давайте я тогда... Команды перестают меняться. Время стоп было. Итак, проверяем. Давайте с команды ноликов. Начнем. Все, все говори, да? Шесть, шесть. И на поверхность. И нужно подозрить все. Итак, давай так. Спасибо, я прошу, у вас тишины. И пять, шесть. Давай так, крестиков, я прошу тишины. Взади тоже. Шесть, верим. Аплодисменты. Шесть у нас у вас. Доказываем. Вернемся к науке логика. Есть такое понятие в ней, которое, если не ошибаюсь, называется гипотетический силлогизм. Что-то такое. Суть в том, что если А, то В, если Б, то С и тому подобное. В общем, будем строить логические цепочки и умозаключения по следующему простому принципу. Я задаю первоначальный вопрос. Например, почему туристы просыпают завтрак? Почему туристы просыпают завтрак? И спрашиваю это у участников команды. Итак, попробуем вместе со зрительным залом. Как вы думаете, почему туристы просыпают завтрак? Ночь была бурная. Ночь была бурная. Этот ответ мы превращаем в следующий вопрос. Почему ночь была бурная? Почему ночь была бурная? Потому что молодые. Хорошо, почему молодые? почему почему туристы просыпают завтрак а потому что хотят быть молодыми вот так вот и получается зачем быть стройнее чтобы быть красивее зачем быть здоровым чтобы нравится девушкам зачем нравится девушкам чтобы отдыхать на теплоходе мне до того как я объясню суть хотелось бы узнать у вас таких птиц вы знаете створец и как кричите стоит это больше на саму похоже а команда крестиков какие-то знаете ворона ворона а как делать ворона не серьезно так подождите у сергея есть свой вариант птички любимый любимая птичка гусь и как делать гусь знает нет мы продемонстрируем давай тогда я предлагаю вы хочешь вы друг друга не увидите а знаете почему потому что сейчас мы вас будем лишать зрения как будем лишать спицы иглы коляска ну это скучно внеди к нам на всего лишь повязка да ну ничего пожалуйста забирайте свои масочки объясняю суть нашего задания вы неспроста изображали у нас сов и гусей потому что сейчас мы вас разведем по всему теплоходу есть у нас желающих много причем но ничего страшного давайте еще раз порепетируем как кричат гуси именно так вы будете друг друга искать совы отлично лишаемся зрения еще раз щупаем друг друга за руки итак и сейчас наши очевидные валерия александр помогут вам пройтись по нашему подплоходу и ощутить себя в роли человека который проходит квест посмотрите на этот багажник сегодня но и все прийдите друзья наталья куда хотите куда пойдем парк недалеко ну например могу вас по солнечную палубу вывести позагораем немножко договорились да осторожно порожек высоко выше 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 перешагиваем вторая нога выше 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 отлично хорошо все идем дальше так друзья а мы давайте поддержим аплодисментами очаровательные так Так, остаемся буквально несколько участников. Немного вперед шагните там, по рожеку. Осторожно, вперед шагайте. Буквально несколько минут. Осталось, что как раз морцы улетят по своим дальним металям. Морцы и кусь, и кусь, и кусь. Абсолютно. Итак. Итак, друзья, а ну а мы давайте посмотрим, кто какой из творечников все-таки к тебе нашел. Смотрите, очаровательная пара, которая едет с королевуси. Видимо, там давка. Вот здесь юноши поддерживают потолок. О, не бойтесь, он у нас не упадет, крепко держится. А вот у нас очаровательная девушка придерживает стену. Видимо, они реально боятся, что у нас что-то куда-то отвалится. Ну и в зале, как вам сказано, повезло. А тут в центре просто картина масла. Ну что ж, предлагаю возвращаться на свои места. Гуси и совы полетели. Я не слышу гусей. Гуси, гуси, гуси. Гуси, гуси. Гуси, гуси. Если команда готова, поднимайте руку, не подглядывая. И так, они уже почти построились, и есть последний. Есть! Снимаем повязки, проверяем порядок. Снимаем повязки, проверяем. Снимаем повязки, проверяем. Колючее, колючее дерево. Колючее дерево. Нет, нет, нет. Колючее, что ли? Пальма. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Следующее слово. Что? Верно. У меня закончилось что? Время. Время, верно. Время, верно. Электричество. О, это такая злая, короче, у жены. Теща. 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 Теща, это у меня, а у нее... Прикрошь. Прикрошь. А она для нее. Нока. Да. Нока. Теща. 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 Ей наводят... Эээ... Теща. 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 Вон мне ничего не сказать не надо. Теща. Теща. Да. Теща. 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 Вон в Москве большой. У него залпняка, купола и все туда ходят. Танится. Тебе, ненапрошь. Ну все правильно, только по-другому немножко надо. Ладно, следующее давайте. Это был храм Христа Спасителя. Так, женское имя. Река есть такая. А, да, река есть такая. Лена, абсолютно правильно. Ой, мужик такой красивый, короче, у него уже жена с такими, с кожа звезда. Вы бы сейчас видели лицо жены Александра? Да. Брэд Питт, абсолютно правильно. Короче, я вот, мужика, она и другого цвета. Река, Река. Женщина. Женщина. Туринетка. От рука. Планица. А мужика она? Так, цвета Радуги. Красный. Да. Желтый. Вот. О, на нем играют, короче. Гитара. 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 Реланки. Это было слово залифон? Залифуха. Это блюдо из мяса, которое подают на тарелке. Чашлык. Целый кусочек мяса. Дальше. Это было слово антрикот. Когда свадьба и потом в конце. Салют. Пейерверк было слово. Отлично. Продолжаем. Давай быстрее. Следующее. Давай, давай. Короче, вот я такой иду, иду. На меня раз упули. Одно. Одно слово. Ну, просто давай. Ужас. На числе. И я не могу ничего про него рассказать. Ничего не могу про него рассказать. Значит про это слово. Все, это было последнее слово своим друзьям, своим близким знакомым. Друзья, аплодисмент команде «Крестников». По нарастающей так пошло. Аплодисменту «Крестников». Я думаю, тут безоговорочно победили Нолики. Что ж, аплодисменты Ноликов, аплодисменты «Крестников». В секторе номер 6 появляется Нолик. Какое-то разобратье пришло в нашу игру. Вот так волшебно прикрепил Александр Нолик. Давайте еще раз поддержим Ноликов. Аплодисменты. Если вы своими руками летели в сказку, то сейчас вам Валерия раздаст листы, которые написаны ваши роли в рамках этой сказки. Может быть, написано несколько ролей, и именно эти несколько ролей вам необходимо, дорогие друзья, будет выполнять. Все предельно просто. Сейчас я буду читать текст сказки. И вам эту сказку нужно будет, дорогие друзья, показывать. А, дорогие зрители, вам впоследствии нужно будет решить, кто же был в демонстрации своих. Все, кто рукой, мы просим скрыться за кулисами. Действие первое. Занавес открывается. Очередно, занавес. Жил-был... Открывай. Жил-был царь. Царь. Жил царь. Корона у него была большая. Горогай на корону. Трон у него был. Или не был, не знаю, он сам не определился. Сидел себе царь, поэтому, на заваленке. На заваленке. И грыз семечки. Тыквенные. Тыквенные. Потом арбузные. Не определился царь еще с семечками. Надоело ему семечки грызть. Решил он колоть дрова. Снял с себя корону. Взял этой рукой топорик. Топорик тяжелый. И начал дрова колоть. Колит дрова, колит. Не понимая, что ничего не колется. Решил жену позвать. Царицу. Царицу. Позвал он жену. Царицу. Выкинул топорик. Нет, царицу. Они очень любили друг друга. Царицы. Но царь топорик любил больше. А еще была у них дочка принцесса. Маленькая такая дочка. Дурочка немножечко. Всегда в интернете залипала. В одноклассниках. А царь-то решил топорик достать. Испугалась дочка. Не за себя, а за смартфон. Очень веселая девочка. А царь-царицы тоже ее любили. Хорошо любили, долго. Подошел конец первого. Действие. Занавес закрывается. Все, царь пошел. Царь пошел. Действие второе. Занавес открывается. Стоит посреди комнаты большое. Окно. Большое такое. Стеклопакет. Свёк камерный. И смотрит стеклопакет принцесса. Смотрит со стороны улицы, со стороны дома. По окна стоит стул. Тоже новые, твайстиковые. Вращающиеся. Но немного поскрипывающие. А на стуле принцесса решила посидеть. Осторожно. Но стул-то скрипит. Поэтому принцесса грустит. Плачет. Плачет. Стул не вращается. Плачет. Принцесса думала, а ладно, рядом со стула не стою. Спрыгнула со стула. Вдруг в окно врывается разбойник. Разбойник грамотный, ворвался со стороны улицы. Хватил принцессу локавку и убежал с ней в окно. Ах, кто за мной. Понравился разбойнику стул. Влез снова в окно. Взял стул. Выбил стул в окно. Потом разбойник вспомнил, что он не из богатой страны и решил новое окно забрать. Но получилось только одну сворку с кастетей. Конец второго. Практически сильнее, у меня вода в стакане закольчилась. Плачь, что ем. А сайты-то немножечко забывчивые. Зачем мы плачем? А сайты сама не знают. Интернет уже отключили. Думают, а чего это вокруг никто не суетится? Ни стула нет, ни окна. А, самое-то главное забыли. Принцессу украли. И начали они раздумывать. Чесать голову друг к другу. Потом подумали, как-то это нелогично. Почесали себе голову и решили, надо кого-то позвать. Кто же их дочь кто-то спасет? Царевич. Нет, не царевич, говорит он. Она говорит, может быть стул. Но стул не спасет их, дочь. Вдруг пришла логичная мысль. И не просто пришла, а появилась перед ними. Рыцарь ворвался в их стул. Он большой, резвый. И тут решил рыцарь дать неутешим родителям обещание Они решили благословить рыцаря и конь уезжает А потом гость понял, что ты здесь не так вернулся за рыцаря Сталин на прощание дал рыцарю меч-кладенец Зачем меч-кладенец, дал топор А конь уже не может, он хочет ехать Рыцарь положил в карманы, подел в мешки с собой и поскакали они Конец третьего действия Заневес закрывается Прекрасная, чистая такая Большой такой цыжочек В небо растет Лепесточки у него такие красивые Пыльцы много Корнями в землю врос Глубоко-глубоко Вокруг него вьется шмель Хотел шмель немного пыльцы пособирать Собирает, собирает Слетает вокруг него и полез внутрь за нектаром Цветок лепестками отдает весь нектар В голове И рядом посреди поляны стоит могучий ветвистый дуб Дубы Правильно, но цветочек больше, чем дуб Цветочек немножечко уже фальцуз Видимо, где-то рядом с атомной станцией росло И вдруг на поляне появляется разбойник с принцессой Разбойник с оружием еще появляется Оружие у него доброе, злое слово Ё-п-р-с-п-р-с-п-р-с-п-р-с-п-р Решил он прятать принцессу и привязывать ее к ветвистому дубу Потом подумал, что плохая затея Лучше привязать к цветочку Привязал ее к цветочку Шмеля на плечо посадил Не рада потерять шмеля Шмеля На свое Снял плечо шмеля собирать лектар дальше Тут на поляну выскакивает рыцарь Почесал ветвь у себя рыцарь И думает, чего-то я забыл Посмотрел топорик Посмотрел меч Проверил, сколько на себе одежды надето Раз комплект, два комплект, три комплект А конята нет Поин появляется на сцене На поляне Счастливый, довольный Анекдоты рассказывает и ржет И тут решил рыцарь Надо выручать невесту будущую И решил сражаться С разбойником Разбойником Разбойник решил сражать Разбойником Тут разбойник достал свое оружие А, да ёб 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 А кони жалеют разбойника А рыцарь отвязывает принцессу Ну всё, принцесса стала развязной теперь Рыцарь достал коня Привязал к коню принцессу К принцессе привязал тело разбойника Ошибил Ошибил Подождите конь Ошибил Ошибил Какой раз Теперь разбойник добрый Раскочевал дуб Раскочевал дуб Нет, не разбойник А рыцарь Наталья, правда, не сил моего дома Забрал у швеля Забрал у швеля Сидень, что брал А дуб? А дуб и дуба взял тоже Кто и захватил цветочек я так И поскатали они в далёкие страны Говорят, слушайте, уважаемые Извините, а где Сочи? В карманах поискал, за шиворотом поискал, потом понял, а, она же к коню привязана. И тут появляется царь, принцесса, ну, царь среди коней. Конский царь, и ветром придула раненого, раненого, разбойника и дубы. Царь с царицей счастливы. И обнимают они принцессу свою, родную дочку. Обнимают рыцаря. Целуют принцессу. Целуют разбойника. Целуют дуб. Целуют коня. На радостях они играют свадьбу. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала на весне. Они любили свою дочку. Очень веселая девочка была, она их тоже любила. Конец первого действия. Занавес закрывается. Царь решил помочь занавесу. Четыре действия. Царь и царица громко плачут. В баре закончилось пиво. У царя настоящее горе. А царица просто вспомнила, за кого вышла замуж. Потом они вспомнили, что у них пропала дочь. Кто же ее спасет? Кто же спасет нас? Вдруг перед ними появляется рыцарь. Но рыцарь появляется на коне. У вас есть конь, рыцарь. Он позади. Немного врыцарево. Конь был фанатом своего рыцаря. Вы себя преклоняете. Рыцарь дает обещание родителям спасти их дочь. Они благословляют ее и ее. Царь дает рыцарю меч самотык. И рыцарь уезжает по своязи. Цветок развивается на ветру. И этот запах учуял шмель. Шмель решил собрать нектар у цвета. Достал свои бидоны. И начал собирать нектар. А цветок довольный. Наконец-то шмель прилетел. Наконец-то в бар вернули пиво. Вокруг него бьется, бьется шмель. А посреди поляны стоит могучий ветвистый дух. На поляне появляется разбойник с принцессой. Принцесса уже все устраивает. Она привыкла к этому, что ее разбойник привязывает принцессу к дубу. Да так, чтобы ноги не касались земли. Тут на поляну выскакивает рыцарь. Естественно, на коне. Коль у него еще молодой был, не всегда понимал куда бежать. Вдруг рыцарь видит разбойника. И начинает с ним сражаться. Один день сражаются, два сражаются, три сражаются. И вдруг рыцарь вспоминает про весь самотык. Достает его и убивает разбойника первым ударом. Разбойник падает прямо под цветок. Рыцарь отвязывает принцессу. И садит ее на коня. Дарит ей цветок. Цветок все еще вкусно паснет, он любвеобильный. Берет дуб, рубит дуб на дрова. Забирает с собой разбойника. Да и шмеля, собственно, тоже. И вот такой веселой компанией. Они отправляются обратно в замок. Горька! 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 Аплодисменты! Станут Крутым, друзья, приедем. Команда Кресика! И, конечно же, с самым лучшим Ноликом. Как бы я ни болела за команду Кристиков, в данном состязании побеждает команда «Ноликов». И в этом секторе у нас появляются «Ноли». И, что ж, прежде чем подвести итоги, уважаемые команды, давайте немножко…